Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. С вами Ольга Ванеева. И в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. Сейчас строители используют любой ресурс, любой день. Даже в выходные и в праздничные дни они работают. Но все равно это недостаточно. Недостаточно для того, чтобы уложиться в сроки. Дата окончательной достройки теплого перехода между основными корпусами первой гимназии опять сдвинута. После неоднократных переносов сроков сдачи объект пока остается недостроенным. Ему в первую очередь надо решить вопрос с управлением домом. Но вы знаете, что три есть варианта управления квартирным домом. Как признать многоквартирный дом аварийным и получить новую квартиру по программе переселения из ветхого и аварийного жилья? В нашей постоянной рубрике «Ликбез» отвечаем на эти вопросы. Как можно действительно вести себя правильно в непонятных ситуациях, когда к тебе подходит незнакомый человек, пытается на тебя напасть? Как можно его аккуратно положить, чтобы он к тебе не приставал? Народные дружинники получили уроки самообороны от мастера спорта международного класса Ольги Коваленко. Помощники полицейских готовятся к патрулированию улиц. И теперь обо всем подробнее. К 8 марта ожидалась сдача в строй теплого перехода в гимназии номер один. Однако в установленный срок школьники не получили в пользование долгожданный объект. Строительство перехода не закончилось. Теперь строители называют новую дату 15 мая. В причинах отставания от графика разбирался Васлав Малицкий. История строительства теплого перехода между двумя основными зданиями первой гимназии насчитывает не месяцы даже, а годы. Если считать с идеей. Непосредственно работы начались осенью 2015 года. Первоначально предполагалось закончить строительство ко второму полугодию. Но, как уверяют подрядчики, красноярская фирма «Архитстрой» особенности грунта и погодные условия внесли огромные коррективы в намеченные сроки. По техническим моментам было сдвинуто. Изменения проездные были. Потом попали в зимние температуры низкие, когда бетонная работа просто невозможна по технологии производить. Сейчас мы это установлено законодательством. В порядке узаканиваем продление производства работ ориентировочно у нас, ну не ориентировочно, скажем так, по плану у нас на сегодняшний день это 15 мая. Руководство образовательного учреждения, конечно, не испытывает радости от того, что сооружение перехода ощутимо затягивается по времени. Но сам факт, что многолетние обещания обрели, наконец, вполне материальные черты, сглаживает процесс ожидания. По словам директора гимназии Светланы Подоляк, строители работают, насколько позволяет ситуация. Сейчас строители используют любой ресурс, любой день, даже выходные в праздничные дни они работают. Но все равно это недостаточно. Недостаточно для того, чтобы уложиться в сроки. Я вижу их заинтересованность. И мало того, их очень хороший тесный союз с заказчиком. Они находят точки соприкосновения, не понимают, по возможности стараются, для нас, для всех, наверное, чтобы объект был сдан. И поэтому я думаю, что к концу уже учебного года мы, скорее всего, увидим с вами двухэтажное здание, такое необходимое для гимназии номер один. Сегодня объект в прямом и переносном смысле заморожен. Работает специальная тепловая установка, не позволяющая промерзнуть бетону. Иначе весь результат работы последних недель окажется под угрозой. Температурный прогноз на ближайшие дни благоприятен. Строители уверяют, что приложат все усилия, чтобы уж к концу учебного года переход поступил в распоряжение гимназистов и их наставников. Вацлав Малицкий, Сергей Молчанов, 5 канал. К другим темам. Аварийно опасным считают свой дом жильцы гаражной 21. Уже несколько семей бросили свои квартиры, потому что в них рухнули потолки. Но некоторые остались и боятся быть заживо погребенными под обломками разрушающейся кровли. Вместе с тем люди сетуют, что в администрации Каннска не дают разъяснений, какие документы собирать и куда обращаться, чтобы признать двухэтажку аварийной. Ответ на этот вопрос в нашей постоянной рубрике «Ликбез». Вот так выглядит чердак двухэтажки. Через огромные дыры в перекрытиях верхнего этажа можно видеть пространство квартир полностью. Если устремить взгляд вверх на поверхность крыши, то виднеется синее небо. А это ведра и емкости для воды, которые устанавливают жильцы, чтобы хоть как-то спастись от осадков. Таким образом люди подготовились к весенней отепели. Крыши бегут. Как только дождичек маленький начинается, мы бегаем, подставляем. Вот пеша упала, а сейчас моря упадет. Все падает, все рушится, потолок обвисают потолки. Все, это невозможно. Вы куда-то обращались? Обращались в нашу мэрию. Как мне лично сказали, что это своя собственность, что хотите, то и делайте. 21-й дом на улице Гаражной построен в 50-х годах прошлого века. Последний ремонт он видел в 1987 году. И то он был косметический, покраска и побелга подъездов и фасадов. После этого люди самостоятельно поддерживали состояние дома, как могли. Ремонтировали кровлю и укрепляли фундамент. Но с каждым годом это делать становится все труднее. Сейчас только начнет грунт оттаивать, и все эти фундаменты будут мокрые. Ну и естественно, пока дорога мерзлая, сейчас машины идут, ничего, как только земля оттает, и начнется весь дом трясется просто от тяжелых машин. Ну естественно, трещина увеличивается. Когда-нибудь оно рухнет. Залатать огромные дыры в крыше собственникам не под силу, да и жилищникам, видать, тоже. Потому что уже около трех лет дом не числится ни на чьем балансе. Местные чиновники делают вид, что не замечают очевидной проблемы людей и наблюдают за происходящим со стороны. И даже на наши просьбы прокомментировать ситуацию в администрации ответили отказом. Но в устной беседе пояснили, что дом не признан аварийным и не включен в список на расселение. Что нужно сделать жильцам, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, рассказал директор одной из управляющих компаний Канска. Ему в первую очередь надо решить вопрос с управлением домом. Ну вы знаете, что три есть варианта управления многоквартирным домом. Это создание ТСЖ. Первый вариант. Второй вариант – это управляющая организация, управляющая компания. Значит, по желанию самих жильцов они могут, так сказать, выбрать такого руководящего себя органа. И третий вариант – это само управление. После этого представитель жильцов должен обратиться в независимую экспертную организацию, чтобы специалисты провели обследование дома и вынесли заключение о его состоянии. После того, как этот документ будет получен, с этим документом, опять же, этот руководитель обращается в органы местного самоуправления, и органы местного самоуправления уже решают дальнейшую судьбу этого дома. Конечно, организационные вопросы требуют финансовых затрат и времени. Но и судя по состоянию дома, промедление в этом вопросе грозит гораздо большими проблемами. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В Канске на диспансерном учете числятся 169 больных наркоманией и чуть меньше находятся на профилактическом учете. Многие люди, столкнувшись с проблемой нарко- и алкозависимости у близких или родственников, не знают, как им помочь. А между тем, в Красноярском крае действует 44 реабилитационных центра. Подробнее о их деятельности в сюжете наших краевых коллег. Я разрушила отношения с своими близкими, с семьей. Я в какой-то момент однажды поняла, что они, наверное, просто даже не помнят, как я выгляжу. К своему 20-летию Анна потеряла все, что когда-то было близко и дорого. Не закончила школу, бросила спорт, где подавала большие надежды. Остался единственный интерес – наркотики и алкоголь. В реабилитационный центр пришла сама, что случается крайне редко. Ну вот, получается, у меня сейчас полтора года трезвости, четвертого числа будет. Вот. Ну, у меня такого никогда не было. Я знаю, что на сегодняшний день вот этот путь, который я выбрала, ну, это единственный верный. И да, я, конечно, горжусь собой. В этом центре помогают справиться с зависимостью ни лекарствами, ни молитвами, и даже ни трудотерапией. Путь в новую трезвую жизнь пациенты здесь ищут через самопознание. С ними занимаются психологи, консультанты и даже те, кто уже прошел курс реабилитации. Одни люди идут на медицинскую реабилитацию, к нам в диспансер. Прекрасно на ней движутся, становятся волонтерами в нашем центре, помогают другим. Другие не воспринимают медицинскую реабилитацию, им нужна религиозная реабилитация. Третье религию и медицину не воспринимают вообще никак. Они отлично идут в подобного рода центрах 12-шаговых, либо на группах анонимных наркоманов. В Красноярском крае официально работают лишь 44 реабилитационных центра помощи нарко- и алкозависимым. Они зарегистрированы в реестре ФСКН и имеют все необходимые лицензии. Остальные, более 100, работают сами по себе. Когда сталкиваются с такой проблемой, они не знают, куда обращаться. То есть, вернее, они, конечно, заходят в интернет, они видят название, они видят рекламу там, сям и везде. Но всегда возникает опасение. А вот тот ли этот центр, куда стоит обратиться, я отдам туда своего близкого человека, что с ним будет. Официально зарегистрированы реабилитационные центры на контроле УФСКН и общественников. В этот раз они посетили центры «Лабиринт» и «Ковчег» в Сухобудзимском районе. Они осмотрели и условия проживания клиентов, и методы работы, и пришли к выводу, что среди частных центров имеются дееспособные и эффективные. И вот у нас сейчас есть два государственных центра. В Красноярске, в Тинской, в Канске. Что какой-то такой государственной программы, на которую нужно отправить очередные миллиарды, или в рамках нашего Красноярского края десятки миллионов, ее нет. Ну, в конце концов, те родители, близкие, которые страдают от того, которые материальный ущерб имеют гораздо больше, чем бы они не отдали эти 20 тысяч за то, чтобы отправили своего ребенка с перспективой вернуть его обществу и, так сказать, семье. Получается, там ребята прогреваются, более так уже парятся, вот здесь все моются. Ну, конечно, здесь так, маленечко они, беспорядочник такой вот этот, сохнет, вот. Спартанскими условия в центре Ковчег вряд ли назовешь. Скорее, похож на загородный дом или дом отдыха. Правда, со своими правилами и порядком нет. Вот это вот у нас класс, где проводятся занятия, да, то есть чтения, обратные связи. Проблемы увидели все-таки родители, да, ну, были там в начале какие-то обиды, а после, то есть, ну, понимание пришло, то, что, ну, достиг своего дна, да, то есть, ну, надо выздоравливать, надо вести здоровый образ жизни. Стоимость пребывания в частных центрах реабилитации от 15 до 25 тысяч в месяц. Перед тем, как сюда приехать, клиенты проходят медицинское обследование, а уже потом начинается в хорошем смысле промывка мозгов. И, конечно же, не обходится без ограничений. В плане каких-то там телефонных звонков, конечно, если мне сейчас разрешили здесь телефоны, все, сюда они начнут привозить и наркотики, и алкоголь. Вот, и, конечно, им где-то первое время и сложно без всех вот этих вот гаджетов, там, интернета, там, телефонов. Вот, ну, тут же психологи их подготавливают и как-то справляется нормально все. У кого-то за плечами 2-3 года зависимости, у кого-то десятилетия. Дмитрий пришел с центра уже во второй раз. Признается, после первой реабилитации взорвался. На данный момент, то есть, есть четко принято решение выздоравливать, то есть, пройти еще раз курс, ну, опять же, сделать по максимуму от себя, то есть, увидеть, ну, проблемы, из-за чего была. И в следующий раз, если, ну, возникнут какие-то трудности, то есть, уже их перебарывать, а не уходить в себя. Чтобы справиться с проблемой, один хватает и шести месяцев, другому необходимых полтора года. Но главное – выйти из центра не только без тяги к зависимости, но и подготовиться к новой жизни, с чистого листа. Эльвира Ефимова, Вадим Кравченко, Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского края, Енисей ТВ. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Весеннее настроение вместе с выставкой цветы. Уникальные работы мастеров прошлого столетия украсили фойе художественной школы. Первые тренировки народных дружинников, где собираются применять навыки борьбы самбо помощники полицейских. И еще много полезной информации после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Дарите больше счастливых моментов вместе с Гарри Китс. Покупая мягкую игрушку сегодня, вы получаете скидку 50% на вторую. Полные условия акции уточняйте у сотрудников магазина. Гарри Китс – страна детских желаний. Важно не просто использовать качественный рис, качественные ингредиенты. Важно составить правильную пропорцию. Для того, чтобы риса было не слишком много, ингредиентов не слишком мало. Чтобы был достигнут идеальный баланс между всеми составляющими роллами. При правильном балансе вы почувствуете тот самый неповторимый вкус, которого мы добивались. А у нас весна. Ярмарка верхней одежды в Каннске с новой весенней коллекцией с 12 марта по 3 апреля. Все по 3500. Одеваемся стильно, одеваемся ярко, одеваемся недорого. Приходите в ЦУМ Московская 55. Компания «Премьера» представляет. Невероятный Максим Аверин в моноспектакле «Все начинается с любви». 8 апреля. Городской дворец культуры. 18+. Только два дня. Супер скидки. В РБТ РУ. Ух, успел. Так, LED телевизор «Телефункин». Диагональю 81 сантиметр. По интернет-цене 12 990 рублей. РБТ РУ. Телекомпания «Каннск. Пятый канал» представляет. Антикризисный проект «Цена вопроса». В новом выпуске программы «Рассказ о салоне красоты Канны», где каждая женщина, попав в руки профессионала всего за пару часов, легко преодолеет путь от Золушки до Принцессы. В магазине «Санти» мы выяснили, какие фасоны пальто и курток актуальны в этом сезоне, чем удобна верхняя одежда из синтепона, а также сколько стоит шикарная шубка в сезон распродаж. «Цена вопроса». Программа об антикризисных предложениях. В магазине ребенок может потеряться. В песочнице ребенок может испачкаться. На дороге ребенок может... Не оставляйте детей без внимания на дороге. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. «Цветы». Такое название носит выставка картин, открывшаяся в преддверии женского праздника 8 марта в детской художественной школе. Работы более 15 авторов представлены в Большом зале школы. Подробнее о выставке расскажет Ольга Величко. Буйством красок, разнообразием стилей, направлений и жанров встречает зрителя фойе художественной школы. Данная выставка стала возможной благодаря победе коллектива образовательного учреждения в рамках проекта «Арт-маршрут». Картины для экспозиции предоставлены из фондов Каннского краеведческого музея. Работы очень разнообразны. Художники по-своему создают образ цветов. Можно увидеть все многообразие цветов, как от натюрморта, то есть цветы в вазе, так и цветы, которые растут на природе. Например, работа той вариан, или маки, или, допустим, лилии Анны Мастренко, или жарки цветут, или утро в саянах. Одна из любимейших техник художников – это масляное. Масло – очень податливый материал. Легко исправляется, долго сохраняет свою свежесть, краски, цвет. Не тускнеет со временем. Поэтому основная масса работ выполнена именно в этой технике. Также на выставке присутствует единственная работа, выполненная в печатной графике – цветная линогравюра. Конечно, из всего многообразия представленных работ мне бы хотелось отметить работу Андрея Геннадьевича Поздеева «Астры». Эта работа, на мой взгляд, очень позитивна, отражает очень яркие эмоции, впечатления автора. Она выполнена контрастно. Но, на мой взгляд, глядя на нее, хочется жить, радоваться жизни и улыбаться. Помимо работы Андрея Поздеева, также выставлены картины Юрия Мальцева «Шафраны» и «Одиночество Сергея Струкова» и других мастеров. Посетить выставку может любой желающий в будние дни с 9 до 15 часов. Ольга Величко, Евгений Гомзюков, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. В спортзале межмуниципального отдела МВД России «Каннский» прошла первая тренировка по борьбе с самбо, участие в которой принимали народные дружинники. Нескольких смелых девушек обучала приемом мастер спорта международного класса Ольга Коваленко. Подробности смотрите далее в сюжете Евгения Гомзюкова. Напомним, что народная дружина была создана в конце февраля для оказания помощи сотрудникам полиции. В САВ дружины вошел практически весь женский коллектив нашей телекомпании. Для того, чтобы дать достойный отпор правонарушителям, девушкам необходимо овладеть специальными навыками самообороны. Задача дружинниц, я так думаю, выявить данное нарушение и сообщить уже профессиональным полицейским. Они уже, конечно, в рамках своего профессионального мастерства проведут, если надо, и задержание и так далее. Для отработки приемов была приглашена мастер спорта международного класса по борьбе с самбо Ольга Коваленко. Первое время девушки испытали страх перед приемами. Но тренер помогла дружинницам побороть робость, и все дружно включились в процесс тренировки. Всего тренировка заняла около часа, и девушки овладели лишь основными приемами самбо. Но подобные занятия будут проводиться регулярно, поскольку оттачивать мастерство борьбы необходимо постоянно. Мы всегда замы, мы самые готовы идти навстречу людям, любого предприятия, кто пригласит нас показать, и нас продемонстрировать, как у нас есть отделение женского самбо в городе Канске. Без сомнения, полученные навыки пригодятся в жизни хрупких девушек, поскольку в нынешнем мире очень много агрессии. Но применять приемы боевого самбо желательно как можно реже и брать своей красотой и обаянием. В целом мастер-класс очень хороший, то есть очень много информации, полезного для себя. Как можно действительно вести себя правильно в непонятных ситуациях, когда к тебе подходит незнакомый человек, пытается на тебя напасть. Как можно его аккуратно положить, чтобы он к тебе, собственно, не приставал. В ближайшее время народные дружинники совместно с сотрудниками ГИБДД выйдут на патрулирование улиц города, где в случае необходимости смогут показать полученные на тренировках знания и умения. В Канске завершился чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной акробатике, в которых приняли участие около 200 спортсменов со всей Сибири. В командном зачете в чемпионате спортсмены Красноярского края уступили соперникам из Омской области и заняли второе место. В первенстве напротив команда Красноярского края вырвалась в лидеры, оставив позади конкурентов из Омска и Томска. У них второе и третье места соответственно. В личном зачете в чемпионате СФО среди женских пар на втором месте каннская пара Дарьи Кирилловой и Анастасии Лушкиной. В личном зачете в первенстве СФО среди женских пар лучшими стали пары Анны Молевой и Надежды Дорофеевой, и Ангелиной Осиповичей и Натальей Суботиной. Среди мужских пар в своих возрастных категориях на первом месте пара в составе Данила Махахея и Тимура Шамрия. И пара в составе Егора Кирпиченко и Данила Махахея. И еще о спорте. В спортшколе «Олимпийц» прошел открытый краевой турнир по самбо среди девушек на призы мастера спорта международного класса Ольги Коваленко. За победу боролись более ста спортсменок из разных городов Сибири. Соревнования, носящие имя нашей прославленной землячки, уже стали традиционными. В 2016 году они прошли в шестой раз. С каждым годом популярность турнира растет. В Канск съезжаются лучшие самбистки Томска, Северо-Енисейска, Лесосибирска, Северска, Сосновоборска, Бородино и Ужура. В упорной борьбе канские спортсменки завоевали подавляющее число наград. В их активе 10 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Так, результат – первое общекомандное место воспитанниц спортшколы «Олимпийц». По итогам турнира лучшими спортсменками признаны Дарья Федотова, Ульяна Беляева, Диана Мусаева, Елена Михайлова и Вероника Живица. Прогноз погоды на пятницу завершит наш сегодняшний выпуск. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте, заходите на наши странички в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте, меня зовут Ольга и в ближайшие несколько минут мы поговорим о погоде и не только. На вторую пятницу марта в нашей стране приходится два профессиональных праздника. День работника органов наркоконтроля и день сотрудников частных охранных агентств. Интересно, что только в 2009 году в едином справочнике профессии России появилась новая строка «Охранник». Торговая сеть возле дома и магазины «Булочные» поздравляют вас с широкой масленичной неделей. И напоминаю, что во всех павильонах всегда есть для вас готовые блины с гастрономическими и сладкими начинками. Все на свете влюблены в аппетитные блины с начинками и маслицем. Ой, как всем нам нравятся! С джемом, с сыром, с ветчиной. Покупай скорее домой. Под такие блинчики вкусно так мечтается. Каждый день их вам печем, каждому достанутся. Блинчики с маслом, блинчики со сладкими и гастрономическими начинками. Пробуйте во всех павильонах торговой сети возле дома и в «Булочные» на 40 лет октября 52. 11 марта пасмурно, небольшой снег, ветер западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров штутного столба. Температура ночью минус 7, минус 11. Днем минус 3, минус 7. С вами была Ольга. Хорошего настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин